Нечу, что консерватизм есть предпосылкой к существованию традиционализма. Ещё говорит, что ты относишь себя к консервам, хотя вроде у тебя сложнее позиция. Но я скорее классический консерватор на самом деле, да. У меня позиция сложнее просто потому, что классический консерватизм – это учение, изложенное в, по сути дела, не то памфлете, не то очерке Эдмунда Бёрка про революцию во Франции, и про так называемую Великую Французскую. Значит, то есть она, скажем так, контекстно-специфичная очень эта работа, и поэтому ты когда это учение экстраполируешь, значит, на 2024 год, когда есть нейросети, когда есть ядерное оружие, когда как минимум есть электричество и интернет, и как бы совершенно безумные вещи, когда уже давным-давно открыта Евгеника, значит, как наука, ну и так далее, всякие такие штуки, о которых, в принципе, во времена Эдмунда Бёрка никто, как бы, ни сном, ни нюхом, даже отдаленно. То есть, понятное дело, консерватизм может быть верен своему первоисточнику, но при этом даже не узнаваться на первый взгляд, да, то есть по сравнению с этим первоисточником, там вдумываться еще надо будет. Но в конечном счете я классический консерватор, и традиционализм — это не консерватизм, традиционализм, ну, понятное дело, от определения зависит, но в целом традиционализм — это учение Рина Генона, ну, появилось в 20 веке, учение вполне себе уже модернистское, со своими специфическими занятиями, ну, по сути дела, это просто хитрый план Генона — обратить весь мир в ислам, если вкратце. Классический консерватизм был немного про другое. Классический консерватизм был про то, что история — это наука. Не в том смысле, что история — это наука, которую изучают в университете, а в том смысле, что история, как предмет, который изучает историк, сама по себе является наукой. В том смысле, что исторический процесс, он сам по себе научен. Почему? Потому что история ставит эксперименты, проверяет, что работает, а что нет. Сама. Буквально. То есть это за нас делается, вам только нужно посмотреть, что в истории сработало, что не сработало. Какой режим простоял тысячу лет, какой простоял еле-еле там 74. И в принципе все становится понятно. Потому что что такое традиция с точки зрения классического консерватизма? Это просто какая-то практика, которая была достаточно полезной, чтобы быть переданной следующему поколению. Это буквально как с эволюцией через естественный отбор, которая тогда еще не была открыта. Поэтому, да, консерватизм, он про то, что не надо чинить то, что не сломано, если вкратце. И, как правило, если ты оглянешь мир вокруг себя, если ты не в России, то большая часть вещей, которые ты видишь, не сломана. Сломано очень мало чего. Очень редко бывает такое, что вокруг реально все сломано, и требуется все подряд чинить. Но такая починка уже называется славной революцией, да. Опять-таки, если мы возвращаемся в Берку. Так что, да, консерватизм и традиционализм абсолютно разные вещи.